Всем привет! Вот с помощью этого импровизированного деревянного манекена я отрабатываю блоковые комбинации, удары, которые имеют отношение не только к винчун, но имеют отношение к карате, к дайторю, к айкидзюцу. Чем хорош такой манекен? Тем, что когда у вас на данный момент нет партнера, вы можете в одиночку отрабатывать те комбинации, которые вы всегда отрабатывали вместе с партнером, вместе с ассистентом. И этот манекен, можно сказать, всегда, как говорят по-немецки, Einsatzberheit, то есть, в переводе на русский, всегда готов к работе с вами. Сегодня я хочу вам показать одну очень интересную комбинацию, которая существует не только в кунг-фу, но и в некоторых стилях карате. Когда вам наносят удар рукой, допустим, левой или правой рукой, ну, в данном случае будет лучше, если я покажу положение удара с правой стороны противника, вы просто-напросто, уходя с линии атаки, поднимаете один локоть, вторую руку вы заводите вперед. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы нижней рукой оттолкнуть руку противника и локтем нанести ему удар в лицо. Или же можно сделать такую комбинацию несколько иначе. Вы подносите заднюю руку вперед, ложа ее наверх вашего локтя, сбрасываете руку противника вниз и точно так же наносите удар снизу локтем под челюсть или в нос. Можно и так использовать эту комбинацию и так, кому как угодно. Вернее, кому как удобно. Но я бы рекомендовал всегда атакующую руку выносить вперед, защитную руку оставлять внизу. Правильно. Для того, чтобы лишить противника возможности, проведя обманный удар в лицо, тут же нанести вам удар в живот. И вот этой вот блокирующей рукой мы сбиваем его, теоретический удар в живот и наносим удар или в подбородок или в нос. Именно работа на деревянном манекене помогает нам отрабатывать такие удары с большей силой, чем если бы мы работали с партнером. Потому что, к примеру, если я партнера ударил в лицо локтем очень хорошо, я-то отработаю свой удар, но партнер мне скажет, да иди ты нафиг, я больше с тобой никогда не стану в спарринг, никогда не стану с собой на отработку, ты меня только убиваешь. Многие моменты бывали у нас, когда с партнером, допустим, мы снимали видео, где я ладонью ломаю черепицу и черепица раскололась так, что один из кусков отлетел ассистенту в лицо и разбил ему губу. Пошла кровь, но, конечно, момент неприятный и для того, чтобы избегать таких моментов в первую очередь в съемках видео, мы решили сойтись на том, что намного проще использовать деревянный манекен для показа каких-либо техник, чем калечить своего коллегу по работе или добровольного ассистента. Мне как-то один из товарищей, один из адептов непонятно какой школы винчун, увидев вот это вот построение, сказал, да у него лапы короткие, да у него лапы узкие, да у него не такое расположение лап, да ты вообще никто и звать тебя никак и ты не умеешь вообще пользоваться манекеном, какого черта ты полез в это дело. Человек, который прозанимался винчуном 10 лет на тот момент, когда он это говорил, хотел потом показать у себя на видеоканале, как нужно работать с манекеном. Так вот, я не выгораживаю себя или вот эту вот буратинку, но когда я увидел, не только я, подписчики этого человека, у него на канале увидели тот деревянный манекен, который он сделал из вот такой вот палочки, к этой палочке он привязал внизу кусок швабры, здесь где передние лапы, он привязал их тоже одну выше, одну ниже, вот с таким вот расхождением и потом сам же оправдывался в нескольких видео. Ну, конечно, это не идеал, я сделал то, как смог, главное, что можно отрабатывать. То есть, человек, который, грубо говоря, поливал меня гуану на моем канале за такой манекен, сделал себе черти что и сбоку бантик и пытался выдать это за образец. К чему я это говорю? Не важно, или у вас манекен купленный, сделанный по стандартам, по образцам школы Винчун, или у вас самодельный манекен, зависит конечный итог, конечный результат исхода вашего поединка, неважно с гопником или с кем, не от состояния вашего манекена, а от техники, которую вы применяете в данный момент. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. На улице у нас сейчас минус один, немножечко прохладно, если бы было потеплее, я бы снимал все это без куртки, чтобы было больше маневренности и удобнее было показывать. Ну, ладно, не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями, поставить лайк, сохранить видео в закладках, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий у нас на канале, и оставайтесь с нами, оставайтесь здоровыми, не болейте, всем удачи, пока!